Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. Ну, в первую очередь хочется, наверное, сказать в общем о чём ваш вопрос. Вопрос о том, что человек чувствует вину после расставания с парнем, да, то есть пишет девушка. Вот она говорит, что парень ей часто врал, она говорит, что парень ей пользовался, она говорит, что в общем-то содержала его, платила за него. Вот это её первый мужчина, она не умела правильно себя вести, отдала себя полностью и без остатка, физически, морально и материально. Вот. Ну, она говорит о том, что сама просила, чтобы за ней ухаживали, да, вот, соответственно, описывает, что он её обманывал. Вот. Описывает, что он не приехал на день рождения её, хотя в свой день рождения в обеденный перерыв приехал за подарком. Вот. И, соответственно, боялась она его потерять. Вот. Значит, часто его пилила, чтобы он устроился на работу, истерила, не может себе этого бросить. Смотрите, какая здесь штука. Ну, во-первых, на мой взгляд, вы себе несколько противоречите в том, что, с одной стороны, вы называете своё поведение глупым, да, С одной стороны, вы описываете поведение парня, ну, вот, которое вам явно не нравится, вот, с другой стороны, вы же пишите о том, что, вот, как бы, такого идеального, умного, да, вы себе не найдёте. И, наверное, вот, для начала мне бы хотелось как-то столкнуть вас с этим противоречием, с этим противоречием. Для начала мне бы хотелось вас столкнуть, потому что, на мой взгляд, это очень важно. На мой взгляд, очень важно, чтобы вы увидели, что вы противоречите себе. Дальше. Есть у меня такое ощущение, что у вас есть трудности с самостоятельной, у вас есть трудности с уверенностью в себе, и есть ощущение, что в отношениях вы пытались решить некоторую свою какую-то проблему, да? Вот, ну, в частности, вы говорите про «как у всех», вот, и, соответственно, соответственно, вот это вот «как у всех», оно настораживает. То есть, хочу, чтобы за мной ухаживали, чтобы было как у всех. А из этого, в общем и целом, ну, по крайней мере для меня, да, довольно прямо вытекает то, что вы себя такой, как все, не чувствуете, да? То, что вы отдались полностью без остатка, физически, морально, материально, говорит о том, чтобы вам не очень интересна ваша жизнь, в первую очередь. И вот это, на мой взгляд, весьма серьезная проблема, то, что вам не очень интересно, ну, как бы, ваша жизнь, то, что вам не очень интересно, ну, как-то вот, в целом вы сами себе здесь, как мне кажется, не очень интересно. И я бы, соответственно, обратил бы внимание еще и на этот момент, да, насколько я себе интересен, насколько мне, ну, вообще интересно то, что я делаю, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что для меня значит мой первый мужчина? Тоже очень важный момент, да? Вот. Обычно, когда люди так отдаются, да, они пытаются, как вам уже сказали, купить любовь. Вот. Далее, вы пишите, мне казалось, что у нас все серьезно, парень уже полгода обещался сделать предложение. Смотрите. Здесь про что? Здесь, эээ, здесь про то, что вы хотите серьезность, что вам важна серьезность. Давайте подумаем. Когда человеку важна серьезность? Когда он не хочет себя обезопасить? Когда человек хочет себя обезопасить? Когда человек не чувствует себя в безопасности? Когда человек себя не чувствует уверенно? Вы себя, судя по всему, уверенно не чувствуете. Дальше, значит, так, очень боялся его потерять, поэтому терпела и часто плакала, пишите вы, всем это связано. Вот понимаете, страх потерять, да, откуда он идёт, что-то, чем так страшно, чем так страшно для вас его потерять. Вы говорите, что вам кажется, что вы никогда уже в таком не встретите, мужчину, вот, вы его идеализируете, судя по всему, и судя по всему вы пытаетесь на него переносить свои желания, то есть вы переносите на него то, что хотите сам, вот, то есть как-то вот здесь, да, позиция личной ответственности вашей не очень продвигается, вот, дальше, значит, вы пишете, что вы чувствуете вину, вот опять же момент, да, вина. С чем, с чем связаны вина? Ну, во-первых, во-первых, совершенно очевидно, что вы не умеете разговаривать о своих чувствах, то есть вы не говорите о своих чувствах, вы не говорите о том, что вы чувствуете, вы не говорите о том, к примеру, что вам не нравится, а вместо этого вы, ну, чего-то требуете, вот. Чувство вины – это прозлость. Как правило, чувство вины – это прозлость. Про невыраженные чувства. Дальше. Что происходит? Значит, происходит то, что в отношениях вы занимаете одну позицию. Ну, вообще, по поведению у вас одна позиция. Потом, когда наступают какие-то, наступают какие-то последствия, вы как бы говорите, что то, что я делала, то, как я поступала. Это неправильно было. Это неправильно было, то, как я поступала. Так нельзя было поступать. То есть, иными словами, вы обесцениваете, ну, как бы, вот, обесцениваете свои собственные действия, свои собственные поступки. Обесцениваете. Понимаете? Вам, кажется, только. И это связано с тем, что вы невнимательно относитесь, как мне кажется, вы невнимательно относитесь к тому, что является вашими мотивами в, ну, вот, в поведении. Понимаете, да? Вот. То есть, у меня есть такое ощущение, что вы вот, ну, невнимательно к этому относитесь. Не замечаете вы этого. И отсюда, получается, ситуация, при которой вы довольно легко отказываетесь от того, что вам нужно. Ну, от того, что вы хотите. От того, что, ну, вам ценно. Вы довольно легко от этого отказываетесь получать. И это, ну, в каком, в каком-то, в каком-то смысле, это не удивительно. Если вы невнимательно относитесь к тому, что вам нужно. Ну, ценно. Если вы невнимательно относитесь к тому, что для вас, эм... 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 Ну, ценно. Так скажем. То, конечно, у вас будет чувство вины. После Эппл. Это, ну, в данном случае, эм... Нормально. Поэтому я бы сказал, что работать вам необходимо. Именно в этих направлениях. Вот. Дальше. Как справиться с виновностью, что сама развалила отношения, и как, как их, их отпустить? Ну, смотрите. Здесь, конечно же, эм... В первую очередь, работа с ответственностью. Потому что отношения развалили не вы. А вы оба вместе с молодым человеком. Вы это сделали вместе. Поэтому вам необходимо работать с состоянием, когда вы ни на что, в принципе, повлиять не можете. Что есть, вот, другой человек, и этот другой человек, он, ну, тоже, вот, в этом смысле, эм... Как бы, чего-то хочет у него тоже. В этом смысле есть, эм... Свои... Эм... Потребности у него тоже. Тоже в этом смысле есть, эм... Ну, возможность, так скажем, выбирать. Это первое. Второе. Эм... Здесь вопрос не про то, чтобы отпустить. Здесь вопрос про то, чтобы увидеть, что еще важного в вашей жизни есть. Здесь про то, чтобы увидеть, эм... Чего вы в отношениях хотите. Вот именно вы в отношениях сами чего хотите. Что вам нужно в отношениях. Вот. Это, на мой взгляд, очень-очень важный момент. Потому что, ну, вот... Сейчас такое ощущение, да, что вы пытаетесь опереться на своего молодого человека. Вот. Отсюда, соответственно, от него зависеть. Отсюда, соответственно, его такое поведение. Да. Необходимо анализировать и корректировать вашу мобиль женского поведения. Потому что вам уже сказали, что вы занимаетесь родительскую позицию. Не совсем понятно, как вы на это отреагировали. Потому что, ну, достаточно много времени прошло. С момента, как вам, эм... Ну, ответили, написали. Вот. А вы, в общем-то, обратную связь никакую не дали. Вот. И, соответственно, очень важно понять, готовы ли вы, эм... принять и признать тот факт, что, э... вы действительно вели, вели и ведёте себя, как, как родители. Вот. Если да. Если вы готовы. Если вы можете это принять и принять. то в таком случае мне кажется, что у вас, конечно, есть шанс, э... ну, как бы, что-то изменить. И в этом смысле даже хорошо, что вы сейчас расстались с молодым человеком. У вас есть возможность поработать над собой и, э... э... подкорректировать, э... собственное психологическое состояние. И уже после, если вы с этим молодым человеком, э... садётесь, на... мой взгляд, у вас, у вас, э... действительно, э... появится шанс выстраивать гармоничные отношения. Но, конечно, конечно же, это зависит не только от вас. Это очень важно понимать. То есть вам очень важно, э... учиться, находиться в состоянии, э... э... ну, неопределённости, когда не все зависит от вас. Когда есть, как бы, вот, ещё другой человек. А вы, судя по всему, э... возможности выбора для другого человека, э... не особо сейчас принимаете. Я понимаю, почему. Потому что вам страшно, потому что вы стараетесь всё контролировать. С этим тоже нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.